Суфийская сказка Еще не Хаджи, но простой Исмаил Абый, достигнув тридцати лет, наголо побрил голову и по велению Всевышнего отправился в самый священный, самый любимый на земле город, высокочтимую Мекку, чтобы обойти там вокруг Каабы. Из высокочтимой Мекки Исмаил Абый вернулся в ярко-зеленой челме, и люди теперь с уважением стали называть его только Хаджи Абый. Исмаил же Абый, после того, как он сподобился увидеть высокочтимую Мекку, поклялся уже никогда не грешить и стать истинным мусульманином. Однако, подобно тому, как реки текут поверх песка, так и человеческая жизнь течет поверх грехов. Разумеется, Исмаил думал о том, что когда-нибудь река взбаламутится и замутится, и, достигнув сорока лет, Исмаил Абый, для прощения грехов, накопившихся за десять лет, поехал в Мекку. Прошло время, и Исмаилу Хаджи исполнилось пятьдесят лет. Исмаил Хаджи снова, в третий раз, с караваном, который вез священные ковры, верхом в седле, отправился в Мекку. Путь каравана лежал по песчаной, каменистой пустыне. Однажды, во время этого путешествия, Исмаил Хаджи уснул, и приснился ему сон. Во сне видит он ту же песчаную пустыню, что и третьего дня, и четыре дня назад. Но вдруг эта голая пустыня покрылась роскошной зеленой травой, прекрасными цветами, Воздух наполнился душистым запахом сирени, гвоздики и мускуса. Испуганный такой переменой, Хаджи упал на колени, и перед ним возник некто, Как если бы сам Всевышний Аллах. И говорит ему Всевышний, Радуйся, Исмаил! От этого лично к нему обращение Всевышнего, Подобно звуку весенней капели, Радостным и желанным показался ему этот голос. «О Аллах! На все Твоя воля и Твоя сила, Не поднимая головы, — ответил Исмаил. Всевышний ему, Ты со мной очень часто разговариваешь, Твои слова одному Тебе поклоняемся, И только у Тебя просим помощи, Я постоянно слышу, Твой голос я слышу чаще других голосов. «Я, Твой бедный раб, Готовый исполнить Твое повеление По первому Твоему слову, — сказал Исмаил». «Ну, Исмаил, Как ты думаешь, Из чего состоит вера? Вера Дана для того и состоит из того, Чтобы человек молился Своему любимому божеству. Всемогущий Всевышний Аллах Говорит, — верно так. Мой самый любимый пророк Мухаммад Тоже так же понимал религию. Хаджи, услышав имя нашего пророка, Воскликнул, — Аллаху Акбер, Аллах велик и милосерден, Я поклоняюсь Ему И отдаю себя Его воле. И Всевышний на это Поклоняйся и отдавайся. И после этого Правильно мой пророк внушал, Что вера есть Рабская преданность Аллаху. Но люди поняли это ровно наоборот. Нынешние люди думают, Что религия — это служение Аллаха Людям. Ты ведь тоже так думаешь? Спросил Всевышний. Кто? Я? А-а-а! Воскликнул в страхе Хаджи. Вы? Люди, и один из них ты. Вы меня заставляете служить вам, Как нанятого слугу, И называете это просьбой К Аллаху о помощи и содействии. Я бы ничего не имел против, Если бы вы поручали мне творить добро. Вы же на самом деле даете мне Такие поручения, Которые вы постыдились бы давать слуге. Вот вспомни-ка, Исмаил. Когда ты для своей торговли взял в товарища Габдуллу, Ты ведь знал, что он отъявленный мошенник? Хаджи шепотом. Хаджи шепотом. Знал, отвечает. Ты еще подумал, Габдулла очень хитер. С ним дело наверняка хорошо пойдет. Подумал же. Хаджи шепотом. Подумал, отвечает. Берясь за это дело, Ты попросил у меня помощи. Кому? Габдулле. Помощи в чем? В мошенничестве. То есть, пускай, дескать, Аллах вдвоем с Габдуллой Мошенничают для моей пользы. Так? Господи, я и не думал так. Я просто обращался к Тебе за помощью, Чтобы лживый Габдулла не обманул меня самого. Ага. Так Ты ставишь меня сторожем К своему сундуку? Спасибо за доверие. То есть, Ты мне говоришь, Дай мне обмануть людей, Но не допусти, чтобы они Обманули меня. Так, Исмаил, и собаки говорят, Кусай чужих, А хозяина не трогай. А Ты говоришь это своему, Аллаху. Исмаил в страхе только шептал Аллах! Аллах! Всевышний продолжал. Однажды Ты попал под суд, Тогда Ты не милосердие моего просил Для своего освобождения. Знаешь, что Ты велел мне делать? Ты велел мне заставить судей Чинить неправый суд. Ай-яй-яй! Хорошее же поручение Даешь Ты своему Аллаху. Несчастный хаджи Не в состоянии отвечать Что-либо только шептал Аллах. Аллах! Когда Ты оказываешься в суде Или в другом тяжелом положении, Разве справедливость всегда на Твоей стороне? А Ты в этом случае говоришь, О Аллах! Дай мне выиграть и это дело. Говоришь, О Аллах! Отбери у того человека и дай ему не. Я знаю, что Ты и самому последнему Своему слуге не сказал бы Пойди, вытащи у соседа из сундука деньги И принеси мне. А если бы и сказал Слуга не послушал бы тебя Сказал бы Хозяин посылает меня грабить человека Не пойду И Тебе стыдно было бы снова Велеть Твоему слуге И Ты туда, куда Тебе стыдно Посылать слугу Посылаешь Аллах. По-твоему, там, где самый последний Твой слуга отказывается, То Аллах не откажется. Знаешь ли Ты, что такое, по-вашему, Вы, Аллах, и что такое молитва? По-вашему, вы Хозяева. Аллах, слуга. А Ваша молитва Это хитрость, придуманная, Чтобы заставить Аллаха Служить Вам. Ай-яй-яй, да чего хитрые люди. У них на все есть готовые слуги. Плохо ли? Ты знаешь, чем заполнен Твой день? Господи, сделай мне то. Господи, дай мне это. Господи, а теперь сделай вот так. Господи, не забудь об этом. И это Ты называешь молитвой Твоему Богу? Нет. Это рабское подчинение Тебе? Твоего Бога. Аллах, Аллах, только дышал хаджи. Погоди, я знаю, что Ты мне скажешь. Ты скажешь, что даешь деньги, Но угодные Твоему Аллаху дела. А еще хочешь напомнить мне Об этих двух паласах, Которые Ты везешь в Мекку. Ты же хозяин. Хозяину так и следует делать. Ты даришь мне эти ковры, Деньги, Только за то, что я Хорошо Тебе служу И ни в чем Тебе не отказываю. Эти слова Аллаха прозвучали так, Как если бы молния ударила В двух шагах от Исмаила. От этого удара молнии Хаджи Исмаил проснулся, Вскочил весь в холодном поту. Было очень тихо, Звезды уже гасли, Огонь под мангалами паломников потух. Было слышно, как верблюды Жуют свою жвачку, Звучала тихая мелодичная музыка. На землю сошла благодатная Предрассветная прохлада. Оставшуюся часть ночи Хаджи провел без сна. От звука ночного грома Целый день Ходил он как глухой. Хаджи думал про себя. Мы идем в драгоценную Мекку, А сами целыми днями Качаемся в мягком седле. Это все равно, Что долго валяться на мягкой перине. Мы в этом паломничестве Устаем не больше, Чем дома в празднике. Потому нам и снятся всякие сны. Нет. В Мекку Следует идти пешком, Подумал он. И решив хорошенько умаяться, Чтобы потом всласть выспаться, Исмаил Хаджи, Держась за поводья, Утопал до колен В раскаленном песке И с трудом вытаскивая ноги, Пошел пешком. Увидев это, Спутники его Расценили это по-своему, Но в нужном для Исмаила духе. Они стали говорить, Какой хороший, Святой человек. Ведь это же Отрешение от грехов. Для этого можно И пешком пойти. Добравшись до места ночлега, Исмаил Хаджи свалился От усталости с ног. Прочитали вечерний намаз. Снова зажглись звезды, Верблюды уснули, Лошади уснули, Люди уснули. Только Исмаил Хаджи Не мог спать. Спать хотелось, Но он, боясь страшного сна Прошлой ночи, Боролся с собой, Чтобы не заснуть. Намучившись, Исмаил Хаджи Постелил свой молельный коврик, Обратил лицо к кибле И, воздев руки к звездам На небе, воскликнул. О, Господи! Твой раб, Идя по песчаной, Каменистой пустыне, Только благодаря этим мучениям Уподобился рабу. Этот раб твой Смог сохранить В пустыне мешочек С золотом И драгоценные камни, Ценные вещи, Груженные на верблюдах. Все сохранил, Но одного я не смог уберечь. Это курдюк с водой. Теперь раб твой Среди этого золота И драгоценных вещей Умирает от жажды. За один глоток воды Я отдал бы Теперь все это богатство. Я лишился В пустыне благотворного сна. Вода помогла бы мне Не видеть страшных снов. Вели, о Господи, Пусть на этом месте Пробьется ключ. Подари мне сон младенца. Пусть никакие страшные сновидения Не тревожат мою душу И не терзают мое сердце, Когда мое тело Покоится. Совсем опьяневший От бессонницы Хаджи после этих слов Упал на свой коврик И уснул. Ему снова приснился сон. Только он закрыл глаза, Как опять каменистая пустыня Покрылась яркой зеленой травой И красивыми цветами, А воздух наполнился запахом розы, Жасмина, сирени и мускуса. Снова перед испуганным Хаджи появился некто, Как если бы Сам Всевышний Аллах. И я вчера тебя напугал. Ты очень забавный, Простодушный Хаджи. Вот послушай-ка ты И сам посмеешься. Ты понимаешь, Что ты хотел добиться Своей вечерней молитвы. Вчера я предстал перед тобой И разговаривал с тобой. И это не дает тебе покоя? Ты своей молитвою хочешь Не допустить Моего перед тобой явления? Спи, Хаджи. Если тебе это так мешает, Я никогда больше Не покажусь тебе. Сказал и исчез. Хаджи, ворочаясь сбоку-набок, То ли в промежутках сна, То ли во сне подумал. Придем в Мекку. Я кроме паласов Велю для Аллаха Еще вожечь свечи Из чистого розового масла. Аллаху Акбару. Габдулла Тукай 1906 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok